Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников. Описание этих картин по книге Великие Музеи Мира. Чарльз Диас. Работа называется «Идет по линии». 1838 год. Холост масла 44 на 54. Чарльз Диас характерный представитель американской реалистичной живописи первой половины 19 века. Он учился в Академии изящных искусств в Пенсильвании, позже посвятил творчество теме Дикого Запада, жизни простых граждан, и он много внимания уделял формированию образа национальной культуры. Представленная работа относится к раннему периоду деятельности мастера. Перед зрителем бытовая сценка. Засегдатая кабака выпили лишнего на дружеской пирушке и поспорили о том, смогут ли пройти по прямой линии, прочерченным мелом прямо на полу заведения. Но картина не так проста, как кажется. В ней зашифровано множество отсылок к реалям 1830-х годов. Люди того времени были в состоянии прочитать этот иносказательный смысл. Сюжет намекает на стремительное разделение американского общества на культурных образованных северян и южан, рабовладельцев с их неприхотливым досугом. Фигура мужчины, который, глядя на зрителя, дразнится характерным жестом руки, как бы является сигналом, что главного героя разыгрывает. А все происходящая шутка, прижавшаяся к стойке собака, олицетворение пословицы «пьян, как собака». Позади, в темноте, на низкой скамеечке, сидит старый чернокожий. Его фигура символизирует невольничий труд, за счет которого южане могли себе позволить праздно проводить время. Картина таким образом вносит вклад в обсуждение гражданами той поры вопросов рабства и демократии, противостояния севера и юга. Многие произведения Диса погибли во время пожара в 1849 году, что делает данный хвост ценным свидетельством художественной биографии «Мастер». Манеры рисования и целая сеть символов и намеков говорят о глубоком воздействии, оказанном голландской живописью на формирование жанрового реализма XIX века. Вот такое описание к работе Чарльза Диса. Работа называется «Идет по линии. 1838 год». Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok